Специальные корреспонденты, ведущие новостей телеканала Арктик ТВ Екатерина Гладышевская стала победителем конкурса на получение гранта губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Мы от души поздравляем ее. Рабочее название сборника стихотворений перегорело. Это своеобразный срез всего творчества Екатерины. Книга за полярные поэтессы будет уже второй, но, как отмечает сама Екатерина, более серьезной. В 2006 году вышло в свет ее первое издание «Другое лицо». Тогда же автор стала лауреатом губернаторской литературной премии имени Баева-Подстаницкого. Новая книга будет содержать несколько десятков стихотворений и пьесу «Крылья». Также книга проиллюстрирована необычными изображениями, которые наполнены глубоким смыслом. Их автор Софья Шахновская – художник-декоратор Мурманского областного театра «Кукол». В этом году подборка стихотворений Екатерины Гладышевской будет опубликована и в литературном альманахе «Мурманский берег» под патронатом регионального отделения Союза российских писателей. На конкурс было заявлено семь работ – четыре поэтических сборника и три в прозе. Гранты предназначены для молодых поэтов, которые не достигли 35 лет и не входят в организации творческих союзов России. Сумма гранта составляет 100 тысяч рублей. Вторым победителем стал Александр Челпин со сборником стихотворений «Зеленая звонница». Конкурс на поддержание издательской деятельности проводится ежегодно. Все началось, наверное, с моей подруги Лены Кирилловой. Дело было в городе Киеве. Девочка тогда стала знаменитой. Она снялась в фильме «Возвращение в Зурбаган», может быть, кто-то помнит. И она писала стихи. Я, честно говоря, к сожалению, сейчас практически не общаемся. Может быть, она пишет до сих пор. Но вот, видимо, ей я обязана тем, что у меня зародилась вот такая вот любовь к слову. Субтитры создавал DimaTorzok